Здравствуйте! Вы смотрите новости Верхниками, а в студии Екатерина Кравцова. И вот главные темы выпуска. Не готовы к учебному году? Стены третьей школы покрыты плесенью. А у нас во дворе мы расскажем, как в следующем году попасть в программу по ремонту придомовой территории. Не спеши и посмотри под ноги. Ученики восьмой школы сделали предупредительные надписи на асфальте. И начнем с новости, которая касается каждого. В городе стартует отопительный сезон. Уже завтра тепло начнет поступать в социально значимые объекты. Ну вот, всем остальным переживать о том, что тепло дадут в бабье лето, не стоит. В домах батареи начнут становиться горячими с 16 сентября. Главный источник теплоснабжения в Березняках – ТЭЦ-2. Также две котельные, две насосные станции и 25 тепловых станций, готовые обогревать горожан в холодное время года. Всего к зиме подготовили 448 километров тепловых сетей. Источники тепловой энергии на 100% готовы к отопительному сезону. Проведены у нас гидравлические испытания, как первичные, так и повторные. Выявлено более 200 дефектов на магистральных и квартальных тепловых сетях. Все устранены. ЦДП, котельные также готовы. Напоминаем, что готовят дома к отопительному сезону управляющей компанией или сами жители, если они выбрали непосредственное управление своим домом. По всем вопросам обращайтесь в диспетчерскую службу 112, либо в управляющую компанию. Учебный год в Березняковской третьей школе начался не так радужно. Родное здание встретило учеников плесенью на потолке, подтеками на стенах и облупившейся штукатуркой. В нашу редакцию родители учеников прислали подтверждающее видео. Чернота и сырость. Так сейчас выглядит коридор третьей физико-математической школы, которая всю жизнь считается одной из лучших в городе. По словам родителей, сейчас в школе закрыто несколько кабинетов. Там идет ремонт. Пять классов просто затопило во время дождей. Директор школы внутрь нас не пустила, преградив съемочной группе дорогу. Руководитель призналась, проблема есть. Знают о подмочной репутации третьей школы и в Березняковской прокуратуре. Ситуация с протеканием крыши в третьей школе известна прокуратуре города уже длительный срок. Проводится в настоящее время проверка причин возникновения протекания крыши. По результатам проверки при наличии основания будут приняты меры прокурорского реагирования. Почему же учреждения не привели в порядок к первому сентября? Этот вопрос мы адресовали в пресс-службу городской администрации. Сегодня ответа мы не получили. К этой теме мы еще обязательно вернемся. Дождей боятся и жители любимого, ведь ливневку там не чистят уже пятый месяц. Вода стекает на территорию детского сада и больницы. Кто должен чистить ливневую канализацию в микрорайоне, разбиралась Елена Силакова. Эльвир Хайдаршин перед осенними ливнями опасается, что дорога к его дому вновь превратится в реку. В сухую погоду хорошо видно, что ливневки забиты. Мужчина говорит, с весны к ним не притрагивались. В этом году лето не задалось, поэтому реки дождевой воды проливались по всей Прикамской улице. Все забито, асфальт проваливается, трескается из-за льня. Вся вода бежит через детский сад, через больницу. Грязь, песок, глина, все бежит по этой самой. Люди ходят, где попало уже. Такого напора воды не выдержал асфальт не только на проезжей части, но и на тротуаре. Потоки воды с песком и щебенкой стекали вниз прямо до детского сада. Телефон у кого есть, вода сюда тоже подает, там это соединяется. А дальше вода вытекала из колодца прямо на территорию детского сада, говорит Эльвир. В итоге часть игровой площадки постоянно заливала водой. И будет заливать дальше, пока ливневую канализацию не почистят. На данный момент на балансе у краевой администрации водоснабжающей компании и управляющей компанией ливневки не стоят. Поэтому мы отправили запрос в городскую администрацию с целью узнать, кто же должен чистить эти ливневки. Ответы смотрите в наших следующих выпусках. Елена Силакова, Дмитрий Воронушкин и Сергей Калейник. Новости Верхнекамье. Изменить свой двор до неузнаваемости в силах каждого. Это вот уже три года доказывают многочисленные участники национального проекта «Жилье и городская среда». В этом году в Березняках в программу по благоустройству попали еще четыре десятка дворов. Какие новшества подготовили для жильцов власти и на какой стадии ремонты находятся сегодня, расскажем далее. Пятилетки 38. Работы по благоустройству здесь еще в самом разгаре. Рабочие пока только сняли старый асфальт, засыпали дорогу щебнем и оборудовали одну из парковок. Сейчас трактор выравнивает площадку для второй и копает канавы для установки бордюров. Этот двор – наглядное доказательство того, что преобразить свое пространство выгодно могут даже жители маленьких трехэтажек. В данном случае собственники сразу четырех домов объединили усилия и вступили в программу этим летом. Также поступили и жители трех домов на улице Гагарина. Но одна из двухэтажек вступать в программу отказалась. Так что теперь разницу между тем, что стало и что было, можно увидеть даже невооруженным глазом. Здесь поставили бортовой камень, уложили асфальт со своим, ну, скажем, со щебеночным основанием и сделали пешеходные дорожки. Единственное, что пешеходные дорожки, по проекту они были в определенном месте. Жители нас, скажем так, обратились и сказали, вот у нас есть сложившиеся пути движения, мы можем пешеходную дорожку выполнить по сложившимся путям движения. В частности, к этому дому вот так ее и сделали. Всего в этом году в программу попали 42 двора. На их ремонт выделено 76 миллионов рублей. При этом большая часть средств пришла к нам из федерального бюджета, поскольку с прошлого года программа вышла с краевого на всероссийский уровень. В данный момент в Березняках из 42 дворов в 18 еще продолжаются ремонты. Кстати, обустроить детские площадки в этом году решились только два дома. Один из них, этот, на свободы 51. Все дело в том, что программа постоянно меняет условия софинансирования. Так, в 2017 году игровые комплексы входили в перечень, за которые жители платят только 1%. В прошлом году их оттуда исключили, и все затраты легли на плечи собственников. В этом году игровые площадки снова начали софинансировать, но только на 80%. Остальные 20 опять-таки легли на плечи собственников. Увы, успевают за постоянными сменами условий далеко не все, так что многим проще отказаться от детского уголка во дворе. Кстати, с этого года на тех же условиях, то есть при оплате 20% стоимости, жители могут обустроить себе и спортивную площадку. В этом году желающих не нашлось. Поменялись и гарантийные обязательства. Если ранее срок ответственности подрядчика ограничивался двумя годами, то сейчас он увеличен до трех. По прошлым годам у нас были такие моменты, когда подрядчик исправлял некоторые вещи по гарантийным обязательствам. В ситуации, когда подрядчик исчезает, заказчик нанимает другого исполнителя, тратит на это средства, а потом по суду уже взыскивает с подрядчика затраченные суммы. То есть это определено контрактом, и по законодательству вот так должно быть. Напомню, что с января по март стартует заявочная кампания на 2020 год. Тем, кто подготовил документы, но не попал в программу этим летом, необходимо изъявить желание повторно. Заново собирать ничего не придется. Остальные могут уже сейчас начать собирать подписи и заказывать проект будущего двора. Помочь в этом собственникам должна их управляющая компания или председатель ТСЖ. Анастасия Лакман, Степан Некрасов, Новости Верхниками. Накануне мы рассказывали о транспортной реформе, которая грядет в Березняках. Напомню, с 1 марта в городе отменят часть маршрутов. Им на смену придут новые, а для некоторых добавят остановки по городу. Новая схема не устраивает многих горожан. Но есть и одна хорошая новость. Расписание автобусов и троллейбусов стало доступнее. Теперь посмотреть расписание нужного маршрута стало еще проще. Для этого вам необходимо зайти в группу ВКонтакте «Березняки официальные», набрать хэштег «БРЗ маршрут» и номер того маршрута, который вас интересует. По тегу высветится запись, где видно расписание рейсов, выходные и рабочие дни, а также перечень всех остановок. Сейчас эта система только начинает свою работу. Вскоре расписание появится по всем маршрутам. Березняковские школы номер 5, 7 и 22 получили автомобиль «Лада Ларгус» для поездок педагогов в образовательные учреждения, которые расположены в отдаленных территориях. Руководители этих учреждений на днях встретились с губернатором края Максимом Решетниковым. Все подробности у телекомпании «Ветта». Кого подвозить были? Учителей. Кого? Предметники. 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 Иностранцы. Информатика. Информатика. Ну, то, что, в принципе, как обычно, дефицит на селе объективно скажет. Виктор Новиков – директор школы номер 5 города Березняки. Вместе с коллегами он принял участие в пилотном проекте Минобра «Разъездной учитель», благодаря чему теперь учителя смогут выезжать в филиалы школ, расположенных по соседству. В данном случае это село Романово и поселок Железнодорожный. Это очень актуально сегодня. И дети равноценно должны получать образование как в городе, так и на селе. Поэтому мы очень рады, что и губернатор заботится о нас. И поэтому приятно, что как раз в День знаний мы получаем эти автомобили для учителей, которые будут ездить к сельским ребятишкам. Проект «Разъездной учитель» направлен на повышение качества обучения в отдаленных населенных пунктах Пермского края. Зачастую в филиалах была нехватка учителей иностранного языка, информатики, математики, физики и в социальных педагогах. Сейчас эта проблема благополучно решена благодаря данному проекту. Директора же вышли с идеей вместе с Минобором. Давайте мы лучше будем учителя возить. У нас вот есть проект «Мобильный учитель». Это в принципе продолжение какое-то. Плюс в ряде случаев нет логопедов, нет социальных педагогов. Ну где их на селе взять? А из города специалисты готовы ездить. Учителя их мотивируют, потому что нормативы финансирования у нас детишек на селе, и они выше, и соответственно есть возможность еще и увеличить зарплату педагогам за счет этого. Автомобили получили школы в тех районах, где прошла реорганизация образовательных учреждений. Это Осинский, Чайковский, Аханский, Нитвинский, Добрянский, Октябрьский, Чусовской, Городские округа, Города Кизил, Березники и другие. А также три учреждения подведомственные Министерства образования и науки Пермского края, специальные профессиональные училища открытого типа «Уральское подворье», Уральский медицинский колледж и общеобразовательные школы-интернат. Всего в рамках программы в 2019 году за счет бюджета Пермского края закуплено 34 автомобиля на 22,2 миллиона рублей. Егор Тверетинов, Диана Морякова, Константин Старков, Ветта-24. К дорожным новостям. Со вчерашнего вечера и до полуночи трасса Пермь-Березники была блокирована для проезда в районе Романово. Груженная под завязку фура протаранила легковушку, а затем перевернулась. В 9 часов вечера из Березников в сторону Перми ехал грузовик «Вольво», огруженный досками. За рулем был 35-летний водитель. Рядом находился пассажир. Водитель большегруза «Вольво» не выдержал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства и допустил столкновение с автомобилем «Ниссан». В результате столкновения большегруз «Вольво» опрекинулся на бок, и водитель и пассажир большегруза «Вольво» получили различные травмы и были госпитализированы в городскую больницу. Водитель легковушки не пострадал. Дорогу для движения открыли после полуночи. Движение регулировали инспекторы ДПС. Сейчас по факту ДТП проводится проверка. А ученики школы номер 8 решили внести свой вклад в дорожную жизнь Березников, чтобы ДТП в городе было меньше. Перед пешеходными переходами в районе школы они сделали предупреждающие надписи. Подробнее об этой доброй инициативе расскажет Кристина Придеина. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, двадцать. Вот так задорно пятиклашки считают, сколько секунд им понадобится, чтобы перейти дорогу у своей школы. Активисты российского движения школьников из восьмой школы придумали акцию «Стоп-пешеход». Малышам напомнили правила дорожного движения на практике у «Зебры». Кроме того, старшеклассники с помощью трафаретов сделали на асфальте напоминалку для каждого из нас. Убеди, что тебя пропускает водитель. Очень большой риск попадения машин как раз вот такого возраста малышей. И как раз у школы мы хотели как раз этому и научить, что нужно смотреть на машины, на зеленый свет, на красный и перебегать. Пятиклашки все ответы знали наперед и даже передали пожелания другим участникам дорожного движения. Если ты будешь переходить дорогу на красный свет, то будет большое ДТП. Можете пострадать вы и другие люди, водители, например, или те, кто рядом с ними едут. Дорогие водители, пожалуйста, пропускайте всех школьников и взрослых, то есть всех людей, которые переходят дорогой и соблюдаются правила дорожного движения. Мы детей привлекаем внимание на то, что они должны убедиться в том, что их видит водитель. Это самое главное правило, которое сохранит им жизнь. По статистике водители как раз не замечают детей или не останавливаются вовремя. И такие пострадавшие в нашей школе были. В проекте «Российское движение школьников» входит еще несколько школ города. Рядом с каждой примерно 2-3 перехода. Так что совсем скоро такие напоминания могут появиться в разных районах города. По крайней мере, на это надеются организаторы акции «Стоп-пешеход». Кристина Придейна, Сергей Каленик, Новости Верхниками. Вот уже 14 лет подряд 11 сентября в России отмечают как День трезвости. Праздник появился еще в 13-м году прошлого столетия. В этот день закрывались все винные лавки и запрещали продавать алкоголь. Однако позже, во времена Советского Союза, безалкогольный праздник был отменен. Сегодня мы узнали у березняковцев, а готовы ли они отказаться от алкоголя. Мне никогда не нравился вкус алкоголя, поэтому я его не употребляю. Вреда, наверное, не будет, если в умеренных дозах и в праздниках. Ну, по праздникам, наверное, можно. Ну, в умеренных количествах, когда гости, когда на природе, допустим, где-то. Честно сказать, нет. Любые праздники, любой российский человек может выпить, правильно? Да, легко. Не скажу, что я вот прям вот пью много, очень редко и мало. Поэтому, ну, наверное, в моей жизни, в принципе, ничего не изменится. Я легко от этого откажусь. Я считаю, что стоит его, наоборот, ограничить до минимума. Но полный отказ, я думаю, что далеко не каждый на это пойдет. Вполне, я его не пью. Ну, в разумных количествах, наверное, когда будут какие-то события семейные, может быть, какие-то немного разумных. Я не пью. Вообще не пьете? Пью. А как давно это? Да, 20-25, наверное. Ну, просто, нам просто губит здоровье, честно говоря. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваши сообщения на электронную почту tnt.newssobacamail.ru или по телефонам 262817 и 431711. Автор лучшего ролика недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане номиналом 1 тысяча рублей. Это были главные новости Верхнеками. Смотрите нас в нашей группе ВКонтакте и на канале Верхнеками ТВ. Это 45-я кнопка в кабельной сети Ростелеком, 24-я кнопка в IP-телевидении Ростелеком и 30-я в кабеле Юлинка. В студии была Екатерина Кравцова. Всего доброго. До свидания. Спонсор прогноза погоды – рыбная лавка «Рыбак Камчатки» с 16 по 21 сентября. В ДК имени Ленина вас ждет большой ассортимент дальневосточных морепродуктов. Попробуйте, вам точно понравится. Спонсор прогноза погоды – автосалон «Лада Березники». Ближе – значит лучше. Покупай автомобили «Лада» в Березниках у официального дилера на Ленина 31А. Спонсор прогноза погоды – сеть клиник «Медси Медлайф» в Перми. Спонсор прогноза погоды – скандинавская ярмарка. Впервые в Березниках и Соликамске. Дубленки, кожаные куртки и пуховики со скидкой 70%. Только 12 и 13 сентября. 12 сентября в Пермском крае синоптики прогнозируют облачную погоду. Возможны дожди. В Александровске – плюс 17. В Кизеле столбик термометра будет на отметке плюс 18. В Соликамске – плюс 17 градусов. В Березниках в четверг температура воздуха ночью – плюс 14. В дневные часы – плюс 17 градусов. Атмосферное давление – 752 мм ртутного столба. Ветер западный – 1,3 м в секунду. 12 сентября солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Только с 16 по 21 сентября. Дальневосточные морепродукты. Чавыча, Кижуч, Красный Икрат, компания «Рыбак Камчатки». Город Березники до Каленина. Улица Ленина, 50. Специально для жителей Верхней Камья. Автосалон «Лада Березники» предлагает особые условия. Покупка автомобиля «Лада» от 340 тысяч рублей. Выгодный кредит. Скидка по госпрограммам 10%. Без первоначального взноса, без каска. Приезжайте к нам. Город Березники, проспект Ленина, 31А. Вы устали от очков и контактных линз в клинике «Медсимедлайф» в Перми? Узнайте, как получить скидку в размере 1 тысячи рублей на коррекцию зрения по телефону. 259-99-03 Впервые в Березниках и Соликамске будет проводиться ярмарка. Дубленки, кожаные куртки и пуховики от молодежного до взрослого сегмента со скидкой 70%. Только два дня. 12 и 13 сентября. В Березниках. В ТЦ «Семья». Мира 82. В Соликамске. В ТЦ «Космос». Всеобуча 82.